Вы при демонтаже камня уничтожили? Посмотрите, щепьи ваши. В газоны в щепьи сдаются или в траве? В такой виде работы принимать нельзя. Вспомните, что нам Дмитрий Юрьевич Миронов неоднократно говорил. Прежде всего, утрасы качества. Качество выполнения работы – это приоритет. На улице Лисицына дорожный ремонт завершен. Вологодский подрядчик готов сдать объект, но комиссия такую работу не принимает. Есть дефекты. В частности, многочисленные повреждения обнаружены на бордюрном камне. Он был каким-то образом, ну не нами, конечно, испорчен, но тем не менее, коли мы сдаем объект, поэтому мы это все сделаем в лучшем виде. Сделать лучше придется и на улице Тургенева. Здесь тоже к работе есть претензии. Качество асфальта в норме, но то, что за ним грязь, халатность не пройдет, говорит заместитель председателя областного правительства. В такой виде нельзя объекту давать согласитесь. Это будет, но он еще пока не готов. Не готов, так это к свету. А вот это новое установленное, а почему полустарое? Не покрашено, ничего. Ну, сдавать так тоже по-человечески. Зато по Лушкиной роще поставлена твердая пятерка. Подрядчик рассказывает, из всех 11 ремонтируемых им улиц, это самая запущенная, настоящая полоса препятствий. В Ярославле в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» по Лушкиной роща – самый масштабный объект. Здесь ремонтировали 4 километра. Стоимость работ – 110 миллионов рублей. Не случайно, что к ремонту этой трассы пристальное внимание и со стороны общественников. Технология работы сблюдалась полностью. Качество, судя по дороге, очень хорошее. Единственная проблема, что сейчас здесь гоняют, я думаю, что нужно повесить пару камер. Я думаю, это первое, что надо сделать. Это ограничить теперь скорость продвижения по улице, потому что у нас программа безопасная и качественная. Качество мы сделали. Теперь надо обеспечить безопасность. Полушкина роща к приемке готова. На остальных объектах требуются коррективы. В целом, работой подрядчика комиссия довольна. Основные контрактные обязательства подрядная организация выполнила. Мы говорим, несколько чуть больше, чуть лучше для людей, чтобы было не предусмотрено сметой. Поэтому наша задача – немножко это все расширить. К уклонам вопросов нет. Все выдержано. Люки установлены тоже нормально в пределах норматива. Разметка нанесена. Лабораторные испытания качества асфальтобетонной смеси показали выдержанность всех параметров. 1 ноября Ярославская область отчитается перед Министерством транспорта России об итогах исполнения федеральной программы. В ее рамках отремонтировали 74 километра дорог региона. Сейчас к сдаче готовы 80% объектов. Александра Панкратова, Сергей Ватин. День событий.